Я даю плачу к представителям Русской Федерации. Уважаемые коллеги, хотел бы привлечь внимание к тому, что мы все сейчас вместе с другими делегациями на конференции государств-участников ОЗХО по сути присутствуем на заключительном этапе спектакля, срежиссированного нашими западными коллегами и разворачивающегося в ГААГе. Через две недели там продолжит свою работу 25-я сессия конференции государств-участников, на которой вот уже который месяц последовательно продавливается принятие беспрецедентного решения о поражении Сирийской Арабской Республики в правах в организации. Причем внесен этот проект на КГУ вопреки нормам Химконвенции без рассмотрения его в Исполсовете. Речь идет о лишении Сирии прав участвовать в голосовании на КГУ и в Исполсовете, избираться в его состав, а также проводить на своей территории какие-либо мероприятия по линии конференции Исполсовета и вспомогательных структур. Скажу прямо, постановочный характер всей этой затеи был понятен с самого начала. У этого театрального действия было несколько актов. Сначала в техсекретариате, в нарушении всех многолетних норм и практик ОЗХО, прежде всего принципа консенсуса, создается нелегитимная группа по расследованию и идентификации. Она, пренебрегая принципами проведения расследований, в том числе так называемой Chain of custody, порождает изобилующий фактологическими и техническими ошибками доклад, в котором сирийские власти обвиняются в применении химоружия по двум эпизодам. Этот доклад раскритикован независимыми экспертами, что называется «пух и прав». Мы свою подробную аргументацию на этот счет распространили в Совете Безопасности и Генассамблеи ООН еще в июне прошлого года. Однако руководство техсекретариата остается глухим к этой критике. Это, скорее всего, свидетельствует о том, что перед театральным финалом ГРИ преподнесет всем нам еще один подобный сюрприз, отчитавшись об еще одном псевдорасследовании с обвинительными в отношении сирийских властей выводами. Сомнений в этом у нас нет никаких. Как и в том, что наши западные коллеги бросятся представлять этот очередной нечистоплотный продукт в качестве еще одного доказательства якобы использования дамасском химоружия. Хочу вас разочаровать. Означать это будет лишь то, что ваши методы по очернению дамаска без убедительных и заслуживающих доверия доказательств остались прежними. И никаких очков на этом вы уже не заработаете. Как бы то ни было, ссылаясь на упомянутый мною политически предвзятый неубедительный доклад ГРИ, Летом прошлого года западные делегации продавили в сполсовете ОСХО заведомо невыполнимый ультиматум Сирии. Задекларировать химоружие и объекты по его производству, которых у нее попросту нет. Понятно, что выполнить этот ультиматум невозможно. А дальше дело техники. Гендиректор фиксирует якобы имевшее место невыполнение Сирии решений из полсовета. И вот теперь конференции государств участников предложено наказать Дамаск, поразив его в правах в организации. В это время сирийские власти, несмотря на колоссальное давление, чудовищные обвинения, которые выдвигают против них западные коллеги, откровенные подтасовки со стороны техсекретариата ОСХО, не говоря уже об экстраординарных условиях пандемии, продолжают сотрудничать с организацией. Нынешний доклад гендиректора еще одно этому подтверждение. Я хочу обратить внимание, что в его пунктах 11 и 12 речь идет о состоявшихся в феврале консультациях миссии об оценке первоначального объявления Сирии и уполномоченного сирийского органа, в ходе которых были и визиты на объекты, и встречи с сирийскими экспертами, и опросы. Сирийская сторона представила свое объяснение по поводу так называемых незакрытых вопросов. К сожалению, в ответ она в очередной раз услышала, что ее первоначальное объявление неполное, несовершенное и так далее. Но факт остается фактом. Диалог идет. И прогресс во взаимодействии Сирийской Арабской Республики и ОСХО, в том числе в вопросах первоначального объявления, есть. Все это на фоне того, что, как стало известно из доклада гендиректора организации в ходе мартовского заседания из полсовета, в условиях пандемии практически вся инспекционная деятельность ОСХО застопорилась. Например, визит делегации из полсовета в США уже дважды переносился, и в итоге теперь запланирован только на 2022 год. Состоялись визиты только в пять государств, объявивших о нахождении старых боеприпасов. Сирия сейчас чуть ли не единственная страна, с которой технический секретарят поддерживает относительно регулярный диалог. Какой же тогда из нее главный нарушитель, как это пытаются представить наши западные коллеги? Призываю вас задуматься, если лишить Сирию права участвовать в принятии решений в организации, какой смысл Дамаску вообще продолжать с ней взаимодействовать? В конце концов, задача состоит в чем? Растоптать Сирию, как это сделали с Ираком, после того, как госсекретарь США лично продвигал в стенах ООН фейк о наличии в этой стране оружия массового уничтожения. Или же добиться того, чтобы на сирийской земле ни у кого не было никакого химоружия. Пользуясь тем, что за этим заседанием Совета наблюдает самая широкая аудитория, я призываю всей делегации, здесь и в ГААГе, проявить ответственный подход и выступить против проекта этого решения. Которая создает реальную угрозу подрыва авторитета ОСХО, а вместе с ней и Советы безопасности ООН, ответственного за выполнение резолюции 21.18. Нельзя допустить, чтобы ОСХО или какая-либо другая специализированная площадка превратилась в инструмент наказания неугодных через безосновательное обвинение в применении оружия массового уничтожения. На месте Сирии может оказаться любое другое государство, на которое западные коллеги решат надавить с помощью химического рычага. Выступая против поражения Сирии в правах ОСХО, вы, по сути, выступите против двойных стандартов и защитите справедливый миропорядок, в котором нет места диктату силы. Все государства должны быть равны в контексте соблюдения международного права. Я хочу подчеркнуть, что Россия, как ответственное государство-член ОСХО, категорически осуждает применение химоружия кем-либо, где бы то ни было, в каких бы то ни было целях. Мы заинтересованы разобраться в происходящем. У нас и у наших сирийских коллег есть много фактов, указывающих на использование или попытки использования химоружия так называемой сирийской оппозиции. Как прекрасно знают в секретариате ООН, Дамаск делился этими фактами с ОСХО. Однако для выяснения истины нужно, чтобы техсекретариат ООН занимался своим делом, беспристрастно контролировал выполнение государственных положений КЗХО, и тогда можно будет ожидать и профессиональных непредвзятых расследований. При этом нельзя предъявлять одним странам завышенные требования, а на грехе других в аналогичных ситуациях закрывать глаза и игнорировать вопросы, возникающие в данном контексте к негосударственным акторам. До подобной беспристрастной работы техсекретариата ОСХО, к сожалению, пока еще очень далеко. Более того, свидетельств прямых подтасовок, манипуляций и внутренних нарушений в техсекретариате в отношении сирийского химдосье накопилась уже критическая масса. Это и вопиющие нарушения при проведении расследований инцидентов в Хан Шейхуне в апреле 2017 года и Думе в апреле 2018. И свидетельства бывших сотрудников ОСХО о прямых подтасовках выводов МУФС под давлением западных стран. И практика репрессии и запугивания волнодумцев, которые в этом подлоге отказались участвовать. Я не буду снова перечислять все эти факты. Мы подробно говорили об этом в предыдущих выступлениях. В декабре прошлого года мы передали список вопросов на этот счет гендиректору ОСХО Фернандо Ариасу. И ответа ни на один из них не получили ни в ходе заседания нашего совета, ни после него. Наши западные коллеги любят говорить о важности транспарентности в работе ОСХО и хвалить руководство техсекретариата за соблюдение этого принципа. Хочется спросить, где же эта транспарентность, когда на конкретные вопросы государств-членов по существу поднимаемых в ГААГе раз за разом вынуждена отчитываться госпожа на комиссу, а не глава профильной структуры. А вопросов с каждым днем становится все больше, и задают их далеко не только государства. Свежий пример – обращение к гендиректору группы видных общественных деятелей, опубликованное 8 февраля известной НПО «Карридж Фаундейшн», в котором руководство техсекретариата призывают, наконец, разобраться в многочисленных нарушениях в его работе, включая свидетельства о подлоге при подготовке доклада о расследовании в Думе. Призывая секретариат на него публично отреагировать, поскольку умолчание и недосказанность лишь усиливают подозрение в том, что техсекретариату есть чего скрывать. Тот факт, что господин Ариас, по сути, прячется за спиной госпожи на комиссу, не добавляет авторитета ОСХО в свете тех обвинений, о которых я сказал выше. Господин председатель, я предвкушаю традиционное обвинение в наш адрес в попытках расшатать и подорвать авторитет ОСХО от наших западных коллег. Под ними нет никаких оснований. Россия, наоборот, борется за возрождение доброго имени этой организации. Пытается услышать от руководства ответы на волнующие всех вопросы. Совет безопасности ООН не может позволить себе безучастно наблюдать, как из-за политизации разрушается одна из опор режима не распространения оружия в массовое уничтожение. Борьба за восстановление доверия к ОСХО и укрепление ее авторитета это наше общее дело, и мы рассчитываем на поддержку в этом со стороны остальных членов Совета. В том числе и в контексте реагирования на упомянутый мной новый ожидаемый политический заказ ГРИ, а также предстоящего голосования в ГААГе и всех иных губительных для ОСХО и в целом для задачи борьбы с распространением оружия массового уничтожения шагов, которые могут за ним последовать. Если не другие Сирии, они же по совместительству в большинстве своем противники реального уничтожения химоружия на всей ее территории добьются своих политических целей, нас всех будут ожидать очень тяжелые времена. И ничего хорошего ОСХО, а также международному сотрудничеству в данной и иных критически важных сферах они не сулят. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok